Я вас понимаю, понимаете, когда не вывозится мусор... У жителей частного сектора накопилось и не только эмоций, но и мусора возле домов. Не первый месяц они отмечают неудовлетворительную организацию вывоза бытовых отходов. Руководство предприятия, с которым заключены договоры, объясняет сложившуюся ситуацию рабочими моментами. Так отвратительно мы никогда не работали, вот просто даже стыдно за себя и за свое предприятие. Из 12 мусоровозов один на ремонте, все на ходу. Пожалуйста, кому не вывезли, давайте довезем деньги, отдадим, чтобы не было такого, чтобы мы присвоили деньги. Большинство понимает, услуга эта не бесплатная, а потому и заключают договоры со специализированной организацией. Чтобы решить возникший конфликт, на совещании уличкомам предложили рассмотреть альтернативу и воспользоваться услугами одной из двух мусоровозящих компаний. Техникой мы обеспечены, контейнера мы также готовы вам предоставить в рассрочку. Вы два дома захотите, и все, и контейнер этот вы приобретете, и за год рассчитаетесь. Мы готовы пойти вот вам на такую встречу. Жильцы вправе обратиться в любую организацию, которая занимается вывозом мусора. Информацию о ценах и работе мусоровозящих компаний довели до собравшихся. Вопрос в том, что персонально в какое-то домовладение отправлять машину вряд ли предприятию будет резонно. Частному сектору предоставили альтернативу. Задача председателей уличных комитетов и жителей конкретных улиц договориться и оставить прежнюю или заключить договор с новой организацией. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...